Трагедия произошла в этом доме. Александр Матылевский сбросился с собственного балкона. Правоохранитель нашли в квартире следы крови и нож. По их версии, экс-глава инвестора сначала пытался перерезать себе вены. Когда попытка не удалась, подставил табурет к балкону и сбросился с девятого этажа. Накануне вечером на этом месте еще видны были следы трагедии. А сейчас здесь разбросаны цветы. Александра Матылевского сегодня похоронили. Соседи рассказывают, проститься с ним пришли больше тысячи человек. Говорят, милиция теперь допрашивает всех в доме. Но о погибшем соседи почти ничего не знают. Соседка говорит, самой трагедии не видела, но слышала, как жена Александра Матылевского кричала в скорой. Первым о смерти своего бывшего подчиненного публично сообщил экс-губернатор области Арсен Аваков. На своей странице в соцсетях он обвинил в самоубийстве коллеги правоохранительные органы. Дескать, они оказывали на погибшего давление во время расследования дела, в котором фигурировал инвестор. Человек не выдержал давление обстоятельств. И хотя после года прессинга, с мая уже не работал в компании, в покое его не оставили. Допросе в УБОПе, угрозы и давление вывели человека из себя. Реакция правоохранителей ждать себя не заставила. В свою очередь правоохранители сообщили, в квартире Матылевского обнаружили пять предсмертных записок – жене, матери и компетентным органам. Выдержки из одной записки её погибшая заглавил сага о людях и нелюдях. Зиновий Голован зачитал журналистам. «Не укладывается в моей голове то, что совершил Аваков Арсен Борисович. Бог ему судья. Как можно было подставить огромное количество своих сотрудников. Всё-таки его кугутство и жадность деньгам, увы, превышает уровень благородства и чувства ответственности». На основании этой записки в милиции уже возбудили уголовное дело – доведение до самоубийства. Не против конкретного человека, а по факту. Обещают, если понадобится допрашивать экс-губернатора, поедут для этого и в Италию.